Спонсором данного видео является сообщество по накрутке ресурсов в мире юрского периода. Здесь вы сможете приобрести все виды ресурсов по ценам ниже низких. Помимо стандартных ресурсов вы сможете повысить свой уровень в игре, а также приобрести кубки в сражениях за эксклюзивное животное. Ссылка на данное сообщество и на сообщество канала будет находиться в описании к видео. Всем приятного просмотра. Ты сказал остров, но Блар не совсем остров. Что ты имеешь ввиду? Мир юрского периода построен на вершине подводного вулкана, который поднимается с самого дна океана. Даже на поверхности есть трещины, из которых выходят углерод и серо-высоких концентрациях. Ходил тут босиком? Да, бывало. Горячо ведь? В некоторых местах на Лублар есть целая яма с таким горячим песком, что попадет и на него босиком кожа будет отслаиваться. Спасибо, Хоскинс. Я, пожалуй, пойду. Посмотрю, чем занята Клэр и остальные. Привет всем, мои дорогие подписчики и зрители канала. С вами Дарт и сегодня мы опять в Jurassic World The Game. И сегодня тут у нас такие новости выскакивают. Ну, для тех, кто играет, он знает, что игре есть полностью один год. И тут нам вот рассказывают, что произошло за этот год. Там, что мы вывели почти 6 миллионов тираннозавров, там, 6 миллионов индоминосов, рэксов, там, почти 9 миллионов вроде велоцерапторов, но я точно не помню. Но вот сейчас сообщают, что почти 68 миллионов и 300 тысяч тираннозавров было выведено. Это офигеть сколько. Ну, не самые легко выводимые такие животные, поэтому почему бы и нет, собственно говоря. Ну, отлично. Кцегоптериксу не лишним будет. Так, значит, сегодня я вам покажу, опять же, новых животных и эволюцию тех, что у нас уже имеется в парке. И так же покажу вам новое строение. Собираем все, что есть у нас. Так, осталось вот тут по чуть-чуть. Все. А, нет, еще не все, да? Охутные гады какие. Ну, ладно, давайте строениями тогда наберем. Отлично, 20 уровень, территория нового улучшения и уровень схватки за анкилозавром. Удаю сразиться. О, еще один аргентинозавр. Круто. Да. Это все я потом на видео где-нибудь отдельно сделаю так. Это вот все... Так, давайте переместим, а то не видно нифига. Все я четыре новых строения, которые давались в наборе. Это защити планету, или как-то так он назывался. Давайте спасем планету Земля, или как так. Это у нас солнечная теплица. То есть вот здесь вот такие у нас эти панели солнечные, которые поглощали ультрафиолет, ну вот эти солнечные излучения. А здесь у нас растения, которые, ну, которые, не знаю, получали энергию, что ли, или тоже за счет как-то вот этой солнечной энергии тоже росли. Там вот это все парниковый эффект у них там внутри, я уверен, прям как тропический лес было. Ну, вот такая вот теплица. Вот здесь вход. Жалко, что нельзя со всех сторон посмотреть. Ну, и она дает 5000 за 12 часов без бонуса. Так, центр естественных наук. Вот в виде такого опять выполнен. Опять панели, я так понимаю, солнечные, либо просто стекла такого вида. Вот здесь вход, скамеечки, посидеть можно. Что внутри, я не знаю, я не вижу. Вот, ну, как видите, вот эта дорожка, она отличается, допустим, если у обычного строения... А, нет, это стрия, одна и та же. Я-то подумал, она немножко отличается. Одна и та же получается. Ну, вот в кучу поставим. Так, у нас же есть новая территория, точно. Так, это у нас что такое? Это у нас природный заповедник. Ну, тут, я так понимаю, должны быть еще какие-то животные, либо просто люди смотрят и на растения смотрят, то есть ходят и смотрят на растения, то есть как эти ботанический сад, что-то типа того. А что вот в этих теплицах, я так понимаю, я не знаю, возможно, там коллекции растений, либо животных каких-то хранятся. Ну, тут же ничего не объясняют, просто строение, поэтому человек сам додумывает, что там есть. Ну, внешне они мне, если честно, очень нравятся. Неужели у них у всех по пять тысяч? Да, у них у всех по пять тысяч, они одну и ту же сумму дают. Так, это у нас ветровая турбина, тоже пять тысяч дает. Очень мне нравится такой дизайн у нее, то есть она необычная, как знаете, такие типа пропеллера, а вот такая вот спиральная. В виде ДНК даже, если можно подумать еще. Вот, ну здесь посидеть, опять же, можно, опять растения всякие. Здесь, я так понимаю, ну вот, всякие компьютеры стоят, ну и куда вот энергия уходит, всякие генераторы, там все это внутри люди работают, да. Ну, внешнее строение, я скажу, очень, внешнее, мне строение очень нравится, красивые такие. Ну вот, к сожалению, я одну поставил, больше я приобрести не смогу. Вот у меня тут сколько еще их? У меня тут еще... А, ну пара бонусов, я покажу вам, ну бонусы, в смысле декорации, я вам покажу их украшения вот эти в следующий раз, сегодня я показал вам строение. Ну вот я смогу шесть таких, еще одиннадцать таких, вот, четыре турбины, две солнечных теплицы смогу поставить. Так, ну ладно, так, давайте начнем, собственно говоря, с эволюции наших животных. Нам по заданию нужно улучшить Трицератопса. Собственно говоря, этим и займемся. Все-таки самое первое животное в парке. Ай-яй-яй, как нехорошо. Так, шикарно. Вот наш Трицератопс, грубо говоря, на двадцать первом уровне эволюции. То есть он теперь стал еще более светло-зеленым, и это, по-моему, ему так лучше идет, чем таким темным быть. Снизу он светло-коричневый, извиняюсь. Снизу светло-коричневый, сверху такой светло-зеленый. И вот эти полоски, вот, разной формы, вот такие вот все, мне это очень нравится. Придает хороший внешний вид животному. Так же рога стали более светлыми, светло-окрашенными. Ну, воротник только вот не светло-окрашен, конечно, не знаю почему. Могли бы и сделать. Все же любят делать воротники светло-окрашенными. Якобы они были такими яркими, там, привлекать самок или что-то. Здесь решили без этого обойтись. Ну, очень красиво выглядит. Интересно, как он будет выглядеть на сороковом уровне эволюции. Даже вон шею раскрасили. Это, ребята, молодцы, конечно. А, подождите, а задание какое было? А, 31-го? Тогда еще долго ждать. Я просто не хочу их покупать. Думаю, я их, само собой, ну, как-нибудь так получу, не покупая. Так, ну, с новыми животными пока подождем. Предлагаю вам рамфаринха улучшить. Отлично. О, зеленый. Круто, круто. Теперь он у нас зелененький такой, вау. То есть вот этот хвост у него, кончик хвоста у него такой красный будет. Видно полосы на теле. Здесь вот такие продольные. А на крыльях даже такие радиальные, более-менее. Ну, кому что-то говорят, если я эти понятия, конечно. Клюв, опять же, красный. Прямо вроде из какого-то фильма. Из Дэвида Маттенбору. Там был деморфодон примерно так же окрашен. Извини, что у меня телефон. Вот. Ну, кто смотрел, конечно. Вот. Так там вот деморфодон был примерно так же окрашен. Решили, видимо, стыбзить этот окрас, но он хороший. Так что, ребята, вот со вторым окрасом они не запоролись. Это они молодцы, конечно. Ну что ж, давайте покормим его. Отлично. Ну, статы не особо хорошие, потому что всё-таки редкое животное. От него многого не добьёшься. Я просто просматриваю, у кого ещё можно провести эволюцию. А, да. К сожалению, пришлось улучшить похеринозавра до 20 уровня, иначе в битве я не смог бы победить. Я извиняюсь, что мне приходится за вашу спину это делать, но вот извините, пожалуйста. Значит, у него добавились вот такие вот красные полоски, или такие тёмно-оранжевые, с окремлёнными коричневыми цветами. Ну, то есть, по сути, тот же окрас, только вот добавились более яркие тона сверху, допустим. Ну, и немного, конечно, тона изменились на теле, тело стало зелёным таким, а голова осталась того же цвета. Ну, и челюсть нижняя окрасилась. Ну, такое, знаете, вроде ничего почти не изменили, но окрас заметно улучшен. Сразу видно, что он изменился. Так, кого же? Можно гергозавра улучшить. Я как знал, что ещё кто-то есть. Что ещё есть какое-то животное, которое точно можно улучшить. Угу. Так, отлично. И теперь предлагаю переходить к новым видам. Первый это будет Тодзиангозавр. Или Тодзианнозавр. То есть, Г там лишнее. Ну, хотя вообще есть три названия этого животного. Тодзиангозавр, Тодзианнозавр и Тодзиангозавр. Как правильно, в каких-то источниках по одному, в каких-то по другому. И поэтому все люди следуют тем источникам, которые у них имеются. Допустим, прочитали где-то на каком-то сайте, и следуют этой информацией. Прочитали в книге, и следуют этой информацией. Вот. Но нужно как-то точно удостовериться, как его название. Допустим, у Топияры принято и Топияры, и Топижары. И так, и так разрешается. Вот. Ну, то Тодзианнозавр. Это позднеюрский стегозаврит. Наиболее близок к стегозавру считается, что это просто была его разновидность, которая стала жить в других немного местах, и поэтому стала приобретать другой внешний вид. Но ученые склоняются, что очень много различий, и поэтому относят Тодзианнозавра в отдельный род. Значит, достигал он в длину около метров семи, и где-то весил четыре тонны. Значит, был найден в Сычуане в Китае. Вот. Что характерно для Тодзианнозавра, отличие от стегозавра. Во-первых, его спины и пластины были очень маленькими, и такой треугольной формы. Или, хотя, знаете, это здесь треугольная форма, так они были вроде тоже ромбические, как у стегозавра, но более маленькими. То есть, максимум, там, не знаю, сантиметров 30, может, 40. Не то, что как у стегозавра по метра два. Вот. Ну, и очень длинный, жесткий хвост. Ну, более-менее, вот здесь вот он точно был жесткий, только кончик у него мог загибаться. То есть, у стегозавра был хвост более короткий, нежели у Тодзианнозавра, и шипы у него, получается, как-то немного закруглены кверху. А у стегозавра они торчат в стороны. Ну, я думаю, вы это и так сами видите. Ну, окрас такой, как бы, здесь вот белый, перемешку с серыми такими пятнами. Сверху тоже такая серая полоса, как вы можете заметить. Так, ну, давай. Ну, движения у них у всех одинаковые, но я все же показываю для тех людей, которые в игру поиграть не могут. Ну, вот эти трубные звуки, я всегда их любил. Возможно, он даже больше, чем крики там рапторов или тираннозавра, как-то вот эти трубные звуки мне нравятся больше. Так, ну, давайте его покормим, он является обычным, поэтому статистика у него так себе, если честно. Вот такой у нас тираннозавр на 10-м уровне эволюции. Так, переходим к еще одному. Каритозавра я пока пропущу, я хочу амфибию вам показать. Это диплокаулюс. Вот так вот он, значит, у нас тут сделан. Это раннепермская амфибия. Длину достигала около одного метра, была найдена в 1877-м году. Вот, в США вроде как... Если я не ошибаюсь, хотя нет, в США, подождите. Там не пермские, там меловая сложа. Ну, в Европе был найден наш диплокаулюс. В общем, вот характерно у меня была вот такая голова в виде бумеранга. Ну, ученые одни склоняются, что это защита от хищников, то есть крупные хищники, когда пытались проглотить диплокаулюса, им вот эти вот боковые лопасти либо в небо втыкались, либо в челюсть просто не влезал диплокаулюс, они его как бы не проглатывали. Не знаю, спасала ли я ему эта жизнь, конечно, но возможно. Кто-то считает это приспособлениями для плавания. И вот эти вот бумеранги, ну, выросты боковые, они с челюстью не были связаны, то есть это выросты уже как на щеке, грубо говоря. То есть с челюстью они не связаны были. Ну, он елался хищником, весил где-то, ну, килограмм, не знаю, 10, может, 20 даже. Ну, не крупная такая амфибия была, конечно, но за руку тяпнуть, мне кажется, могла спокойно. Вот. Собственно говоря, все, что я про него могу сказать, ну, амфибий, поэтому размножался и кринками, собственно говоря. Так, ну вот. Такой вот у него окрас необычный, не серый такой, знаете, даже. Хвост очень, очень темный хвост такой у него. Разнообразный тона тут присутствует, все я сейчас перечислять не буду, но давайте его покормим. Чем мне нравится кормюшка амфибии, то что когда они подходят, там вот лежит рыба, и он когда челюстями смыкает, там потихоньку рыба убавляется, то есть он типа как бы ее съедает. Могли бы у хищников сделать хотя бы то же самое. Почему вот тут, допустим, амфибий есть, а там вот так сложно было сделать, вот непонятно. Значит, давайте посмотрим движение. Я не про эти движения говорил, конечно, но давайте тоже посмотрим. Движения, мне кажется, такие же, как у кулазуха. Ну и здесь вот он так шумит, вот такие звуки у него, такое ощущение, что он огромный, хотя на самом деле он всего метр в длину был. Опасен, опасен. Так, ну у меня тут три их накопилось, поэтому можно сразу проэволюционировать его. Сейчас вот смотрите, как рыба будет убывать. Так, ну вот этих двух мы проэволюционируем. Теперь он у нас такой тигровый получается. Да, вот такой у нас тигровый диплокавлюс стал, он такой, что ли, не знаю, светло-морковного окраса, такого розоватого. И сверху у него чёрные полоски такие, одна продольная вдоль всего тела, и от неё отходящие как бы веточки такие. Ну, как раз вроде такой, знаете, ничем особо не примечательный, но смотрится всё равно красиво. Так, ну вот это у нас был диплокавлюс, теперь посмотрим ещё одно новое животное, это каритозавр. Он тоже редкий. Что-то он не хотел показываться нам. Значит, каритозавр, это род североамериканских утконосых динозавров, достигал 10 метров в длину и весил где-то 4 тонны. В росте где-то вот, ну, на четвереньках где-то метра, может, 2,5-3, на задних ногах 5 метров. Спокойно. Значит, во рту находились зубные батареи, то есть это такой поздний меловой как бы этот утконосый динозавр, поэтому у них уже всех были во рту эти зубные батареи. То есть не отдельные зубы, а именно вот сраставшиеся между собой зубы, образовавшие батареи, с помощью которых они как бы перетирали грубую растительность. Вообще, широкий спектр растительности могли поедать, и это позволяло им развиваться, там много разновидностей всяких появлялось, и они могли спокойно выживать. То есть конкуренции у них такой прям не было. Как у других узконаправленных животных. Значит, название переводится как Коринфский ящер в честь того, что его череп напоминал шлем Коринфа, вроде это воинов Коринфа. Я так не понимаю, это либо в государстве какое-то были такие шлемы, либо это отдельная такая нация, что ли, у которого тоже были такие шлема в армии. Вот, значит, ну, на шлем похож Коринфа, вот. Значит, у него находились в нем полости пустые, соединенные с ноздрями, и он как бы мог через них прогонять воздух через эту полость и выдавать громкий такой трубный звук, чтобы там возможно какие-то короткие звуки, возможно какой-то широкий спектр звуков, и с помощью этих звуков они как бы общались между собой. вот. Ну, считается, что такие большие шлемы были только у этих самцов, у самок они были поменьше размером. Ну, значит, вот, было обнаружено в 1914 году в Альберте, Канада. Вот. Ну, значит, такой вот у нас коритозавр здесь в игре, то есть, опять же, непростой окрас, различные полоски даже уже имеются, различные зеленый, тут светло-зеленый, коричневый, светло-коричневый такие вот, тона присутствуют, то есть, не как в билдере, что все банально на первом уровне все были серыми, а потом как-то у них как раз изменялось. Здесь каждое животное на начальном уровне может выглядеть по-разному. Ну, это я вот задний фон просто осматриваю, прикольно так. Еще бы людей сюда вставили, что они там уходят, было бы вообще шикарно. Так, ну вот, давайте посмотрим. Что-то заглючило, ну-ка, давай заново. Хотя ладно. Давайте еще раз. А, это у него агрессивная была? Ну, покажи еще раз, как ты ластил. Да блин, ты закребал. че издеваешься, что ли? Я че ударю? Ну, а издеваться надо мной. Иди ешь. Во, че, сложно так было? Вот такой у нас каритозаврик. Так, ну че, больше никого нельзя, а вот еще топиэру можно улучшить. Игра, хватит глючить, я тебе умоляю. Часто, что-то мне в последнее время стало от топиэра попадаться. Мне кажется, это будет первый птерозавр на сороком уровне эволюции, которую мы увидим. Ай-яй-яй, как нехорошо ты поступаешь со мной. Ай-яй, так нельзя. Ай-яй, учитывая, что это как раз мы уже видели, я про него особо ничего говорить не могу, а просто сравните, вот такой темненький и более светлая версия, грубо говоря. Так, ну теперь давайте посмотрим о наших животных из водного парка. первое это будет геликоприон. Так, ну вот, ай-яй, давайте посмотрим. Так, вот геликоприон. Ну, говорю сразу для непосвященных. Геликоприон не является акулой. Это род хрящевых рыб, наиболее близкий к химерам и акулам современным. Но акулой он не является. Просто внешний вид похож. Значит, это род хрящевых рыб, каменноугольный и пермской эпох. В длину достигал где-то метра два-три и имея вот эту зубную спираль во рту закрученную где-то около 25 см. Ученые предполагают, что если зубная спираль длину 25 см, то сама рыба должна достигать метра два-три. Но были описаны зубные спирали длиной в 90 см. и это предполагает, что рыба должна достигать метров девяти, а то и двенадцати. Но это пока не подтверждено Поэтому я об этом пока тоже говорить не буду Значит, вот этих щитков острых Вроде бы на реконструкциях у животного не было Это выдумка от лидии Вот, зубной аппарат очень Ну, с одной стороны примитивный, с другой очень странный Ни у одной другой вида животных не встречается такого То есть вот просто была синезобная спираль, которую он, грубо говоря, захватывал жертву Но никаких зубов для перетирания или что-то такого не было Возможно, он раковину просто раскусывал Ну и также вот острый нос был Вряд ли она им прокалывала добычу Он просто был заострен Это вот такая черта геликоприона Ей было описано 6-7 видов около Ну, примерно так Ну и обнаружен был в 1899 году Само животное описано А найдено было в 97-м И вот у нас в России тоже было найдено В районе Перми Города Перми Вот в районе Перми Вот там были обнажены его зубные пластины Ну, весело Если 2-3 метра, то акула где-то около 100 килограмм была примерно Так, ну вот Ну, акула, вот опять же я и оговорился Ну, вот это хрящевая рыба Так, ну давайте покормим Это и вот из последнего обновления Про водоплавающих появилась она у нас Это супер редкое животное Мне интересно просто, как она охотится Так же, как мегалодон? Да ладно Могли бы что-нибудь покруче придумать Ведь все-таки способ охоты у него был другой И вряд ли он так мог захватывать добычу Поэтому я считаю, что нужно было особый способ охоты придумать Ну, вот здесь так сделали Да, вот так вот они решили сделать Так, подождите Вроде у меня еще есть возможность улучшить стиксозавра Да, точно Еда только так уходит вообще, если честно Вот, смотрите, как он тут в скляночке скомканный лежит такой Ну, не издевайся, хватит Надоело Давай уже Самому не надоело, товарищ Так, ну и где ты? Так, что у тебя изменилось? Ух ты, ничего себе Вот, смотрите Появились полоски А здесь вообще такой разброс на красный Понятно что В виде каких-то царапин даже что-ли Что-то игра немного подвисает сегодня, странно На голове появились такие тоже светло-зеленые тона Ну, а крас, вроде, знаете, почти особо ничего такого не меняли Но вот тут по бокам он выглядит просто изумительно Плавали бы тут еще рыба, какая-нибудь живность А вот тут такое ощущение, что просто пустая вода Вообще никого нет Как-то не круто Ну, снизу вот у них особо ничего такого Только вот На плавниках вот полосочки А так снизу ничего особенного Вот сверху он, конечно, выглядит суперски Ну вот на двадцатом уровне стексозавра уже тысяча здоровья И сто восемьдесят шесть атак И приличный денег дает уже нам Так, ну еще одно животное из морского Ну, из морских это у нас будет Мауизавр, вроде его так назвали Да Это еще один род плезиозавров в нашем парке Значит, Мауизавр это является род меловых этих плезиозавров Вот, из Новой Зеландии Он был найден только в Новой Зеландии, больше нигде Был назван в честь бога Мауи Местных племен, который как бы рыболовным крючком вытянул острова из пучин океана Мауизавр является самым крупным, считается самым крупным плезиозавром Из всех когда-либо найденных Одна его шея, по данным, достигала 15 метров в длину А длина всего тела вместе с хвостом около 20 метров Весил он примерно тонн 5-6 при этом Но не знаю, стоит ли верить этим данным Слишком огромное, мне кажется, животное 20 метров Ну вот, по данным, которые я решил удостовериться Вернали моя информация, стал искать в интернете Вот пишу, что 20 метров И здесь вот, кстати, воссоздали То есть он не похож на стексизавру С стексизавра более крупное тело и более широкие плавники Здесь же, как вы видите, более короткое тело Более длинная шея и плавнички такие маленькие То есть они все-таки иногда читают информацию про динозавров Про животных вымерших И все-таки воссоздают, согласно данным Ну и голова у нас такого темно-синего цвета А тело зеленого Голова сразу выделяется Ну он питается, я уверен, точно так же, как и... Этот... Ну и как и стексизавр Один в один, мне кажется Ну да Только по длине он... Короче, стексизавра получился Хотя пишут, что 20 метров Не знаю, как это Но на лидер тоже полагаться себе дороже На разработчиков, если будешь полагаться, далеко не убежишь Так что я не думаю, что стоит смотреть на реконструкцию разработчиков животных Вот и вот как они животных воссоздали Следует немного хотя бы скелеты полистать Ну, вести скелет маизавра, допустим Мауизавра И посмотреть Действительно ли он такой огромный был Ну, звуки, если кто играл в Динокризис 2 Там у плезиозавров были точно такие же звуки Это мне очень нравится Прям по ностальгии ударило Ну, форма головы другая Это радует, что они не копипастом тут животных делали Ну, вот такой у нас маизавр В следующий раз я каких-нибудь еще двух новых животных вам покажу Так, а сейчас предлагаю... Опа, что это? А, Гецегаптерикс Сейчас я предлагаю вам... Ну, его я в следующий раз покажу Вот у меня раджезавра нет, поэтому я здесь воевать не могу Давайте сразимся за носу Тацератопса, допустим Хотя бы в этом видео Ой, всех просполерили нам, а, засранцы Всех животных уже успели показать Сволочь Я тебя зря я это сделал? А, нет, нормально Отлично В следующем видео увидите его на... В каком-то 30-ом уровне эволюции Так, ну и предлагаю еще за термозавра сразиться Тоже хочу вам в следующем видео показать Субтитры сделал DimaTorzok Странно, звуки удара куда-то пропали Ну, я думаю, вы заметили Что звуков удара не было Вот Ну, значит, выиграл термозавра В следующем видео его на 20-ом увидите Хоть как-то будем продвигаться Кстати, да Сразу помещаю в инкубатор, чтобы не забыть Вот, ну Занкилозавра пока сражаться не будем Надо же что-то оставлять на следующей серии То есть все в одной показать Можно вообще по часу видео делать Но тогда их особо никто смотреть не будет Вот Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось Животные новые вам тоже понравились Вступайте в группу канала Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Всем удачи, хорошего настроения С вами был Богдан До скорых встреч и пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok